Видеоролик создан специально для сайта fb.ru Какова она? Семейная жизнь у мусульман. Что происходит с их женщинами сразу после свадьбы, если у них хоть какие-то права? Об этом поговорим далее, рассматривая традиции чеченцев. Быть может, у кого-то это вызовет удивление. Но после того, как пройдет пышное гуляние, у вчерашней чеченской невесты начинается совершенно другая жизнь. На свадебном гулянии не может быть родители невесты. По чеченским законам на свадьбе имеют право присутствовать только родственники со стороны жениха. Для семьи невесты празднование начинается и заканчивается в тот момент, когда жених со своей семьей приезжает в их дом и забирает свою невесту. Несмотря на такую традицию, которая русским кажется очень странной и непонятной, родители новоиспеченной жены все же могут являться в дом, где теперь проживает ее новая семья. Однако их первый визит может состояться только спустя месяц после свадьбы, а также в заранее оговоренное время. Они могут явиться в их дом с подарками, преподнесенными для новой семьи, и поздравить молодоженов с бракосочетанием. После того, как девушка становится женой, муж старается сопровождать ее всюду. На деле он ездит с ней даже на закрытие сессии и на учебу. Многие русские женщины не понимают такого контроля, но мужчины убеждены в том, что как только они женились, обязаны нести ответственность за свою женщину, оберегать ее от всех возможных опасностей и других мужчин, способных обидеть ее. Стоит отметить, что даже если у него есть свои дела, их тут же бросают. В целом, после свадьбы женщина переходит под опеку не только своего мужа, но и всей его семьи. Родственники должны всеми способами заботиться о женщине и оберегать ее. Даже став женой, чеченская женщина никогда не вникает в дела мужа. Некоторые из них даже понятия не имеют, чем занимается их мужчина, и уж тем более, сколько он зарабатывает. Правда, это касается далеко не всех семей, но, как показывает практика, советов в делах женщины своим мужчинам точно не дают. Жена чеченца должна быть смиренной и покорной. Она должна вставать вместе с восходом солнца и делать что-то по дому, желательно со счастливым лицом. Практика показывает, что во многих чеченских семьях все родственники первое время присматриваются к новому члену семьи. В этот период они особенно часто указывают на ее недостатки, чтобы иметь статус хорошей жены. Женщина должна, как говорится, все мотать на ус и со всем сказанным соглашаться, ни в коем случае не переча старшим, и тем более мужчинам, живущим в доме. В более современных чеченских семьях хорошую девушку могут посчитать не только за ее хозяйственность, а за открытое сердце, отзывчивость, достойное образование и наличие чувства юмора. Кто в чеченской семье имеет право на детей? Этот вопрос волнует многих россиян. На самом деле в чеченских семьях преимущественное право воспитания детей остается за мужчиной, но, как показывает практика, всегда можно договориться. Если происходит развод, то мать детей имеет право обратиться в суд или к старейшинам. Но, как показывает практика, если отец против того, чтобы дети жили с матерью, добиться женщине своего будет очень и очень сложно, так как сотрудники всех инстанций, как правило, стоят на стороне мужчины. А смог бы ты жить по чеченским обычаям? Делись своим ответом в комментариях. Подписывайся на канал и ставь лайк под этим видео. Видеоролик создан специально для сайта fb.ru